Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Не знаю, как Вы, а я уже начала готовиться к лету. И для этого первым делом заказала новую пряжу. Своими впечатлениями о пряже я поделюсь чуть позже, а пока расскажу о магазине, где приобрела эти нитки. Заказ я сделала на сайте Пряжа Суп. Это магазин с огромным ассортиментом пряжи из Италии, Германии, Франции, Перу, Турции, России и других стран. Разнообразие составов, фактуры, оттенков впечатляет настолько, что даже самая искушенная вязальщица найдет для себя, что выбрать. Также в продаже есть качественные спицы и крючки, профессиональные наборы инструментов, книги и журналы. В какие регионы магазин отправляют посылки, а также стоимость отправки, Вы можете уточнить в разделе Доставка. После оформления заказа Вам обязательно перезвонит менеджер и проконсультирует Вас по выбранным позициям, если это необходимо. Девочки очень вежливы и внимательны, так что готовьте свои вопросы. В магазине действует гибкая система скидок, причем любые скидки суммируются, пока не достигнут 10%, а по промокоду JULIAK вы можете получить еще одну дополнительную скидку в 5%. Запишите себе этот промокод и обязательно используйте. Вот в такой коробке пришел мой заказ. Отправлен он был через компанию СДЭК и стоимость получилась даже меньше, чем почтой. Сейчас мы ее вместе откроем, я разложу все красиво на столе и покажу, что мне приглянулось в этот раз. Смотрите, какую красоту мне прислали. Итак, начинаем с пряжи Катя Малибу Плюс. Это испанская пряжа. И Вы сами видите, какая она яркая и эффектная. Думаю, в жизни каждой рукодельницы бывают моменты, когда видишь пряжу и понимаешь, хочу эти ниточки, так вот это как раз та самая история. Пряжа по-настоящему летняя, в ней 76% хлопка и 26% акрила. Моточек весит 50 грамм и всего в нем 135 метров. Номер этого оттенка 104. Стирать изделие из нее производитель рекомендует на 30 градусов, а утюг выставлять на единицу. Все как обычно, не использовать центрифугу и сушить на горизонтальной поверхности. Расход пряжи на 42 размер 6 мотков, но я правда планирую вязать летние изделия чуть большего размера и без рукавов, поэтому, надеюсь, мне хватит тех 6 мотков, которые я заказала. Рекомендованный номер спец 4,5-5,5 мм. Это очень необычные фактурные и красивые нитки, а делают их такими вот эти цветные утолщения, похожие на новогодние фонарики. Сама нить представляет собой шнурок, в котором время от времени появляются яркие утолщения. Пряжа достаточно плотная и приятная на ощупь. Сейчас я свяжу образец и мы посмотрим, как эта фантазийная пряжа смотрится в полотне. Теперь у нас на очереди итальянская пряжа Summer Tweed. Давно хотелось повязать из твида, поэтому нитки эти я брала под определенную модель. В ближайшее время я планирую из этой пряжи мастер-класс. Чтобы не пропустить его, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления. Не хочется описывать эту пряжу обычными словами красивая, оригинальная и так далее. Summer Tweed не просто красивая, она по-домашнему уютная, приятная к телу и теплая, несмотря на отсутствие шерсти в составе. Комфорт создают шелк и хлопок, которых в этой пряже по 45 процентов, 10 процентов составляет полиэстер. Рекомендуется только ручная стирка при температуре 30 градусов. Крючок и спицы от 3,5 до 4,5 мм, этот номер оттенка 12. В мотке также 50 грамм, но выглядят эти 50 грамм очень объемно. Длина нити составляет 125 метров. Думаю и Summer Tweed получатся очень комфортные летние изделия, которые станут Вашими любимыми вещами в гардеробе. Фактура и цвет ниточки на первый взгляд обычные, немного неравномерные. Но стоит присмотреться и замечаешь, как яркий, насыщенный цвет разбавляют едва заметные цветные вкрапления. Они тут есть голубые, красные, серые и даже рыжие. Посмотрим, как они будут смотреться в полотне. И вот мои образцы отвязаны. Вязала их спицами 3 и 5 мм, надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы составить первое представление о пряже. Это образец из Катя Малибу. Посмотрите, как он получился жизнерадостный и оптимистичный. В самом начале я попробовала лицевую гладь спицами 5 мм и, наверное, она мне понравилась больше всего. На изнанке также полотно выглядит отлично, возможно, это будет двустороннее изделие. Полотно получилось рыхлое, воздушное, между рядами хорошо видны цветные вкрапления, без которых эта пряжа не была бы так интересна. Благодаря свободному вязанию, те фонарики, которые остались на изнанке, также видны с лицевой стороны. Здесь не надо придумывать никаких узоров, усложнять дизайн изделия, фактура пряжи все это сделает за вас. Даже край получился очень эффектным, немного небрежный и неаккуратный, как будто образец связали на скорую руку с легкостью и непринужденностью. Дальше я попробовала вязать платочной вязкой и резинкой. Здесь вывод однозначный, для этой пряжи не вариант. А вот часть образца связана на спицах 3 мм. И она также проигрывает, на мой взгляд. Полотно смотрится ровнее, но цветные вставки, которые попали наизнанку, исчезают совсем. Вслед за ними исчезает и легкость полотна. Образец у меня получился длинный и на нем хорошо видна особенность пряжи Катя Малибу. Где-то цветных вкраплений больше, где-то меньше и полотно за счет этого выглядит более однородным. Это происходит из-за того, что расстояние между цветными вставками меняется. Вот такая несущественная деталь делает полотно еще интереснее. Если посмотреть на образец со стороны, то он кажется ярким, летним, жизнерадостным. Сразу вспоминается отпуск, море, легкость, свобода от проблем и хочется поскорее начать вязать. Теперь посмотрим на образцы из Саммер Твит. Один связан на тройке, другой на пятерке. Разница в размерах между ними получилась из-за разного количества набранных петель, а не из-за размера спиц. Образец, который связан на тройке, очень плотный, хорошо держит форму. Я бы даже сказала, что он жесткий, стоит колом. Вещи свободного кроя с драпировкой из него не получится. Совсем по другому выглядит образец, связанный на пятерке. Он мягкий, рыхлый и эластичный. На белом фоне видно, как он просвечивает. И скорее всего вязать я буду на спицах номер пять. А что из этого получится, покажу в одном из следующих видео. Думаю, на образце хорошо заметно, что пряжа не держит резинку и по ширине резинка не отличается от лицевой глазе. Это надо учитывать при выборе модели. Образцы я не только связала, но и постирала, чтобы посмотреть, как ведут себя эти нитки после стирки. Образец Summer Tweed, к сожалению, немного окрасил воду. Хорошо, что оттенок остался таким же ярким и не потерял в цвете после стирки. Пряжа стала чуточку мягче и ровнее, хотя она и до стирки была мягкой и комфортной. И сейчас, наверное, можно сказать, что она стала более пластичной. Даже образец, который связан на тонких спицах, выглядит более послушным. Вот этот образец нравится мне больше. Он очень приятный на ощупь. Это не шерстяное, но очень теплое полотно. И когда держишь его в руках, ощущается приятная натуральность. Поэтому для вязания этой пряжи я, скорее всего, буду брать толстые спицы. С пряжей Катя Малибу никаких существенных изменений не произошло. Яркость цветов сохранилась, пряжа не линяет. Плотность, которая получилась на тонких спицах, мне по-прежнему не нравится. А вот в этом месте лицевая гладь стала еще мягче, петельки расправились, а цветные вкрапления с изнаночной стороны образовали яркие, как будто распущенные дорожки. И знаете, когда я намочила этот образец, весь белый фон стал ярким, словно радуга. Вот эта ниточка, которая идет внутри шнурка, меняет на всем протяжении свой цвет. В нужных местах появляются разноцветные фонарики и нить идет дальше, а когда пряжа намокла, эта ниточка стала заметна. Так что имейте в виду, что попасть под летний дождик будет совсем не страшно. Ваша кофточка, если это, конечно, будет кофточка, притянет еще больше восторженных взглядов. Если говорить про общее впечатление, то мне понравились обе пряжи. Катя Малибу более сочная, красочная и радужная. С этой ниткой хочется экспериментировать, творить, пробовать что-то новое, вариантов для творчества огромное количество. Саммертвит – нежная, теплая, уютная ниточка. В нее хочется укутаться и наслаждаться летним закатом. Ссылки на пряжу ищите под видео, даже если пока не планируете пополнять свои запасы, рекомендую просто заглянуть и посмотреть расцветки, они правда влюбляют в себя. Это было наше предварительное знакомство с пряжей Саммертвит и Катя Малибу+. Впереди Вас ждут мастер-классы из этих ниток. Осталось утвердить модели, сделать расчеты и связать. Что конкретно я буду вязать, расскажу в следующих видео. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить их. Буду рада Вашим комментариям. Пишите, понравилась ли пряжа, может кто-то уже вязалась такой. А сейчас переходите в магазин. И приятного Вам пополнения запасов. Всем пока и до встречи на канале Факультет рукоделия.